Всем привет! В эфире канал Туркиш Пепа. Сегодня мы с вами пойдем в магазин. Но в магазин не одежды, как обычно мы ходим, а в магазин тканей. Мы вам покажем в центре города, где он находится. Это будет в конце видео. Кому это интересно, досмотрите видео до конца, вы узнаете, как сюда пройти от Маркантали. Это очень близко. Магазин называется Бурса Уджуз Кумаш Пазары. Бурса это город в Турции, который славен своими тканями. Это переводится как дешевый базар тканей. Сюда приходят местные жители. Я как узнала про этот магазин? Я действительно не швея, я не шью, не интересуюсь. У меня есть подруга Эльвира, которая профессиональная швея. Она живет в Анталии уже очень много лет. И я просто задала ей вопрос, где ты покупаешь ткани? Ну, один из таких магазинов она назвала. Она еще сказала еще несколько адресов. Ну, вот самого большого мы начнем. Как обычно, во всех турецких магазинах выставляют прямо на улице самое дешевое. Видите, какой он очень большой. Даже не знаю, с чего начать. Давайте с самого конца. Так, ну вот здесь вот. Я и правда могу ошибиться в названиях тканей, могу ошибиться. Видите, они рулонами продаются. И что мы здесь видим? Нет ценников. То есть надо будет спрашивать. Либо эта цена на все идет у них. Сейчас мы найдем консультанта. Конечно, я очень хотела, чтобы Эльвира с нами поехала. Она говорит хорошо на турецком. Она как бы здесь часто покупает. Она бы нам помогла. А так вот мы пока сейчас просто вам показываем. Найдем консультанта и будем спрашивать про цены. Но это действительно сюда приезжают за покупками. Ткани есть разные. Вот серьезно. Вот я могу показывать. Я не знаю, как они называются. Я ткани только могу чувствовать. Всякие разные. Кружевные. Каких угодно цветов. Видите, огромный-огромный магазин. Вот эта вот похожа, не знаю, ткань. И блестящая. Вот прям набросано. А, смотри, меняется цвет. Вот это уже Анечка в восторге. Вот это пайетки двусторонние. Большой. Вот это я точно знаю шерсть разных вариантов. Полтора метра шириной. 25 лир за метр. Вот такая ткань. Это вот шерсть идет. О, мой любимый красный цвет. Айна бербучок метра, хорошо? Бербучок. Все по полтора метра. Ашу фиат. Ашу. Ну, 25 лир. Тоже 25 лир. Ну, а там и цвета, видите, турецкие. То есть, вот что мы не спросили. Вот если бы, я знаю, мне спрашивали, кто про магазин ткани, если бы конкретно назвали название ткани, какое вас интересует, я бы ее вам нашла. А я просто теряюсь. Вот серьезно. Я даже не знаю, что еще спросить. Давайте вот атлас спросим. Пардон. Вот видите, вот такая вот, как вот подкладочная ткань, похоже. Но она, короче, 75 сантиметров. Вот та красная была, 17 с половиной лир. Давай смотрим, что здесь. Вот серьезно, я не знаю, что вам показать. Вот первый раз я теряюсь в магазине. Ткани на любой вкус есть, любой цвет. Вот такая вот, интересно, набивная будет. Вот белая. Я такого количества тканей, честно вам скажу, нигде не видела. Потому что мне кажется, теперь уже в России редко шьют. И магазины ткани позакрывались. Сейчас мы спросим. Консультант ушла. Ее там спрашивают. В этом магазине, правда, много-много людей есть. Давайте мы еще покажем, что здесь есть. А вот в этой части магазина тоже есть ткани. И есть пуговицы, бисер, разнообразные ленточки, иголочки. Ну и, конечно же, куда ж без пистолета для приклеения всего этой красоты. Большие катушки ниток. Конечно, без знания турецкого языка будет сложно. Но можно спрашивать фразы. Некадар. И показывайте. И вам говорят. Вы можете дать телефон или калькулятор. И вам напишут эту цену. И вы узнаете, сколько турецких лир это будет стоить. То есть даже без знания турецкого купить здесь можно будет. Ну и ширину вам они даже будут руками показывать. Вот это всякие разнообразные крючочки. Я точно знаю. Это кто шьет шторы. Даже такое есть для некоторых деталей. А здесь вот все тонкие ткани. Это вот фати. Вот, вот я знаю подкладочные. Но сюда ходят вот все из Анталии. Люди говорят, что действительно здесь дешево и самый большой выбор. Еще дальше по улице есть магазин. Говорят, там подороже. Но можно типа найти более интересные ткани. Ну а здесь самый-самый дешевый, самый большой. Вот это мы спросим. Передайте, Настя. Метр. Некадар. Три лиры. Представляете, три лиры вот это стоит. То есть все здесь вот будет недорогое. Это самое я нашла. На мой взгляд красивое. А так вот сколько. Разные для украшения. И опять ткани. Опять разнообразные ленточки, веревочки. Для тех, кто шьет, конечно, здесь можно, мне кажется, найти все на свете. Так, нитки. Написано 4 лиры. Вот единственный ценник на весь магазин. Здесь мы видим тюль. Вот сколько тюль разная. Это уже готовые будут тюль. Мы сейчас спросим, сколько готовая тюль может стоить. Вот они здесь развешены, лежат, наверное, это все. А, это вот длина его 4,35, а 1 метр 15 лир стоит вот такой тюль. 65 лир. Вот это будет тюль стоить. Уже она, видите, с крючками и совсем все полностью готово. Узун. 2,60 длина и 4,35. Шириной вот было 65 лет. То есть, каждый здесь можно по размеру найти, вот что-то поискать на любой вкус. Просто я на эту посмотрела, мы чем-то похожи на мою, как у меня дома. Но мы покупали в другом магазине и нам шили ее. Мы заплатили гораздо больше. Разные ткани. Вот из-за такой вот ткани. Точно шьют пеленки. Вот я прям точно знаю. Вот из-за обычная. А даже прям рулоном можно купить. 30 метров в рулоне. Метр на кадар? 10 лир. Тут все 10 лир. 10 лир. А 1 метр 10 лир. Анладем. То есть, все, что здесь лежит, 10 лир. Видите, это не конец магазина. Мы еще. Ну, здесь тоже висят тюли. Ну, вы видели, тюли надо смотреть там по размеру. Это готовые уже шиты. Разглядывать себе. Чем хороша готовая тюль? Если купил, сразу повесил. Но если у вас два окна в комнате, можете две одинаковых не найти. Или придется укорачивать. Вот это какой-то вот мягко на флиз похоже. Вот как бы огромными рулунами. Вы посмотрите, что еще здесь есть. Здесь еще огромный склад у них товара. Прям не знаю, что можно целую искусственную шубу сшить. Вау, да, здесь вот именно вау. Дальше уже и не пройти. Вы видели, что некоторые продавцы пытаются говорить на русском. То есть даже не стесняйтесь. Ну, или ходите с телефоном, которым вам напишут цену. У него калькулятор был или телефон. И мне показал. То есть, если вам что-то здесь заинтересовало, приходите и смотрите. Цены не завышают, потому что... Вот видите, сколько их тут. Они прямо блоками одинаковые цены. Это у нас ознакомительное видео, где есть такой магазин. Сейчас мы покажем, как сюда прийти. Очень быстро, легко и не заблудитесь. А теперь, как я обещала, в конце видео показываю, как прийти в этот магазин. И вообще на эту улицу, где не один такой магазин. Там дальше еще есть маленький. Смотрите. Ориентир. Торговый центр Маркантали. Узнаваемое место. Мы пойдем от него. Вот он, за моей спиной. Мы идем в ту сторону. Перейдем через трамвайные пути. И обойдем мечеть. И там будет нужна нам улица. Ну, посмотрим. Ну, напоминаю, вот на этой улице начинается базар по пятницам. Но сегодня не пятница, базара нет. Вот смотрите, ориентир вам. Эл-Си-Вайкики. И дальше это идет пешеходная улица Капалы-Йо. Туда ходят все туристы. Это можно выйти к калейчим. А мы поворачиваем направо. И мы действительно обходим эту мечеть. И самый первый перекресток там, где заканчивается территория мечети. Нам надо повернуть. Видите, мы шли всего 3 минуты сюда. Еще раз хочу подчеркнуть, что это находится магазин не на туристической улице. Сюда приходят местные жители. Ну, теперь вы тоже знаете, где находится магазин. Дойти сюда 3 минуты. У вас есть теперь возможность отовариться там же, где и местные. Если вас интересуют ткани и всякие разные аксессуары для шитья. Ну, как я и сказала, если чуть-чуть дальше пройтись по этой улице, можно встретить еще несколько магазинов. Вот, например, вот такой вот сет Экскумаж. Тоже ткани. Магазин поменьше размера. Ну, вот как сказала моя подруга Эльвира, у них можно порой найти что-то особенное. Прямо вот красивое-красивое. Но она говорит, что здесь чуть-чуть подороже. То есть, там что стоит 25, здесь похожая ткань может стоить 30. Ну, вот так вот, видите, интересную можно ткани найти. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы будем и дальше продолжать снимать про Анталию. Мы снимаем по вашим комментариям, что вы нам пишете. Поэтому продолжайте писать нам комментарии. Вы когда-нибудь увидите видеосюжет именно для вас. Подпишитесь на наш канал. Ну, и, конечно же, поставьте лайк. Ну, можно два лайка поставить. Это рассказать о нашем канале своим друзьям. Подписывайтесь на Инстаграм. Можно писать комментарии и там. Задавайте вопросы. Я вас всех люблю. Всем пока.